Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Цезарь 3, уже третье поколение электронной книжки от компании Onyx Books, уже наверное целый год аж прошел, как последняя книжка попадала мне в руки на тестирование. Продукт нишевый, я, например, крайне редко вижу людей где-то в общественном транспорте, например, с книжками, но все-таки периодически вижу. Но продукт интересный, эта книга бюджетная, важно понимать, что ценник у нее не то чтобы низкий, но и не сильно высокий. Опять же, подождем, старт продаж недавно на нее был, возможно, цена снизится и будет в районе там 5600. Ну, опять же, цену смотрите по ссылке под этим видео, актуальная сейчас. Книга, самая главная фишка, это, конечно, большая батарейка, поддержка карт памяти и самая главная фишка, карт памяти это не фишка, потому что здесь порядка 6 гигабайт свободно из 8, если вы будете пользоваться только форматами электронных книг, не будете сюда закидывать огромное количество тяжелых файлов, вам этого хватит вообще забить просто, я не представляю, тысячи книг без преувеличения. Самая главная фишка, это снижение излучения синего цвета, оно так и называется Moonlight Plus, то есть книга с подсветкой, несмотря на свою дешевизну, но можно выбрать холодный и теплый цвет. Я, есть несколько вариантов, я вручную поставил теплого цвета побольше, разумеется, и читать более комфортно. Разумеется, регулируется подсветка от минимальной до максимальной, можно ее совсем выключить. Энергии тратить немного, сама электронная книга это ЕИНК-карта, то есть это уже много лет используется, но технология хорошая, электронная бумага, она такая достаточно совершенная, особенно если вы поставите обновление каждую страницу или две, батареечка будет чуть быстрее садиться, я имею ввиду обновление того, что происходит на экране, то будет вам счастье. То есть глаза не утомляются, сколько бы вы не читали. Диагональ экрана 6 дюймов, экран, к сожалению, не сенсорный, было бы, конечно, удобнее, потому что единственная вещь, которая мне не понравилась в этой книге, возможно, из-за того, что у меня большие достаточно пальцы. Это маленький джойстик, вспоминаются мне эти, безусловно, великие аппараты от компании Nokia, но некоторые были с такими джойстиками, которым приходилось привыкать. И привыкал, и печатал на них, точнее, ну, печатал, ну, все, да, печатал, все делал. Здесь он больше, чем Nokia, и моим пальцам просто неудобно, я часто нажимаю на эту кнопку. Но, возможно, эта проблема только у меня. С другой стороны, здесь нет ничего лишнего. Кнопки справа и слева можно программировать по умолчанию, это перелистывание, соответственно, это кнопка назад, можно сделать, как вам удобнее. Перелистывать можно джойстиком. Ну, гибкость. Опять же, книга на Android, под нее можно написать какие-то свои программы, хотя то, что есть, вполне достаточно. Диспетчер файлов, библиотека, настройки, можно посмотреть версию Android. Вот опять случайно нажал. И про книгу мне больше сказать нечего, кроме, ну, имею в виду, я не буду вас грузить им характеристиками. Отмечу только, что читает все форматы, наверное, которые существуют, экзотические там. Например, я не слышал о формате таком FB3, как ни странно. Вот первый раз слышу, хотя FB2 я читаю уже много-много лет. Надо почитать, посмотреть в интернете, что в нем есть. Дежавю, разумеется, есть, это, я знаю, формат X уникальный, но некоторым нужен. PDF, конечно, все есть. Итак, не хватает мне, сейчас закроем книжку. Давайте, наверное, с плюсом. Плюсы. Безусловно, очень хороший экран, настоящая электронная бумага, батарейка 3000 мА. Здесь не указано, насколько, но вам ее хватит действительно надолго. Я думаю, вы несколько недель, а то и более месяца можете каждый день ее с собой брать, например, на работу, читать в транспорте. И действительно, зарядка будет садиться очень медленно. Мне нравится материал корпуса, это такой, ну, типа поликарбонат, он приятный. Не могу сказать, что прям вау, конфетка, но приятный. Это не дешевый пластик, это что-то более-менее приятное в руках. Следующее, то, что мне нравится, это то, что книга достаточно гибкая, то есть можно под себя настроить, можно на какие-то программы для нее скачать. Ну, это книга, и здесь мне даже не хочется в эти настройки лезть в приложениях, хотя по приложениям здесь что-то есть, как в андроиде. Можно поставить из магазина, опять же, здесь калькулятор, слова, часы еще есть, но мне это не нужно. Да, кстати, книга у меня уже где-то около дней, наверное, 10. Начал читать, вот все-таки пытаюсь дочитать «Лето ночи», «Дон Син», ну, как-то она так тяжело идет. Люблю, я уже стеки читаю. Здесь нет интернета, если вам вдруг это важно, но я вот только сейчас перед обзором решил проверить, есть ли интернет. То, что я и на старых книгах, которые тестировал, он бессмысленный, на ЕИНГ. С этим временем отображения смысла большого нет. То есть, максимально облегченная книга, максимально облегченная, но не экономили на экране, только что сенсорного экрана здесь нет, но сам экран качественный, хороший. Если вы хотите просто читалку, подключить ее по microUSB, здесь сразу microUSB к компьютеру, закинуть туда побольше книг, взять и не париться, настроить один раз то, что вам, вашим глазам комфортно. Открыли, пожалуйста. Есть настройки, при включении можно даже, чтобы книга-то открывалась, можно вручную нажать. И, в принципе, не паритесь. Большим пальцем, если вы правша, то здесь. Если вы левша, вам удобнее левой рукой перелистывать, пожалуйста, переназначьте кнопки и пользуйтесь. Ничего лишнего. Мое мнение, что если вы не хотите ничего лишнего в книге, а просто взять и читать, то, пожалуйста, вот она, вот книжка. На этом у меня все. Цены и подробные характеристики можете посмотреть по ссылке под этим видео. Я же с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok